Боль зарождается на периферии. Все наши периферические ткани снабжены специальными датчиками. Мы их называем нотоцепторы. Они реагируют на повреждения, на высокую температуру, на резкое охлаждение. Все то, что является повреждающим. Это мы называем источник боли. И очень важно знать, что происходит здесь на периферии. Это, кстати, один из наших главных фокусов. Понять, где и как зарождается боль. Потому что один из главных принципов в этой области – лечи боль на месте возникновения. Потому что если не заблокировать в месте возникновения, она пойдет по проводящим путям, которым называемая ноцептивная система, и сформирует на более высоких этажах этой системы патологические, пластические изменения, предрасполагающие хронической боли. А куда же идет боль? Она расходится по многим центрам. Одним из центров является кора. Потому что боль, в отличие от ноцецепции… Ноцепция – это просто передача болевого сигнала. А боль – это то, что мы перерабатываем и осознаем нашим сознанием. Это процесс, который кульминирует в коре больших полушарий. Но кроме этого, сигналы поступают в другие центры, которые придают эмоциональный аспект. Допустим, вот такая область, которая называется амигдала, или по-русски миндалина. То есть эмоциональный компонент, как мы переживаем боль, связанный именно с тем, что сигнал поступает в эту миндалину. И некоторые люди, в зависимости от того, как эффективно туда проводится процесс, и насколько активна эта миндалина, или резко реагирует на боль, а другие толерантны. Мы прекрасно знаем, что в определенных условиях, даже при сильных повреждениях, во время боевых сражений, немало примеров, когда с огромной травмой, даже порой лишенные руки люди продолжали сражаться, не чувствуя боли. Это говорит о том, что эмоциональный компонент боли играет существенную роль. Кроме того, помимо центров, которые запускают боль, в нашем мозге есть система противодействующей боли, есть проноцицептивная система, и есть антиноцицептивная система, которая формирует специальные тормозные пути, которые могут спускаться на уровень спинного мозга и запретить поступать этому болевому сигналу в высшие центры по каким-то физиологическим, патологическим или иным соображениям. Исследование боли – это на сегодняшний день одно из приоритетных направлений в биомедицине. Но создается парадоксальная ситуация, что хотя боль знакома всем, и ею занимаются и анестезиологи, и онкологи, и кардиологи, но получилось, что боль отчасти – это русское выражение «уси меня, не к дитя без глазу». То есть оно оказалось всем знакомо, все этим занимаются, но не существует единой дисциплины, которая целиком и полностью была посвящена вопросам боли. Мы сейчас обсуждаем в своем кругу, что, возможно, в системе медицинского образования необходимо введение или дисциплины, или на первых порах курса по алгологии. Это короткое название науки о механизмах боли – алгология. Эта идея поддерживается очень многими, в том числе, скажем, в финском университете. Ректор Юка Мюнкенен, с которым я обсуждал этот вопрос, он полностью эту идею поддерживает. Но это, конечно, требует проработки, это требует и организационных, и финансовых вложений. Но вопрос интересный. И, скажем, было бы здорово, если сейчас в тренде развития медицинского образования в КФУ, КФУ выступил бы пионером в таких новых дисциплинах, которые играют ключевую роль для жизни пациентов и любого человека практически. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова